Коронавирусу боитесь? Не, я думаю, что в России будет все хорошо. Ну, 1% людей понимают, что это такое, а 99% не хотят понимать. С волейболом у меня всегда какие-то странные были взаимоотношения. Первое впечатление детское. Бабушки в парке, дедушки, которые рубились до изнеможения в эту вещь. Второе, когда я попытался поиграть сам. Мне как-то накинули мячик, я как-то вот так вот, непонятно как. Я надеюсь, мне покажут, как ударил по нему, палец чуть не отнялся, я подумал, ну его. И третий момент, первый мой матч, и пока единственный, который я посетил в качестве журналиста, это очень молодого, это был очень давно, еще Платонов был жив, великий волейбольный тренер. Я тогда автомобилист играл с Савиньоном в Академии Можайского. Там было, поверьте, не так круто, как на Сибуро-арене. Так высоко прыгают люди, которые профессионально всю жизнь занимаются волейболом. 360 сантиметров Георг Грозер, 368 сантиметров Иван Яковлев. Я бы дал им всем фамилию Карлсон, потому что я просто не представляю, как до этого можно допрыгнуть. Добрый день, дамы и паны. Днес я нашим хостем нечастливым волейболистом Словенска Лукаш Дивиш, который выиграл в каждом клубе, где наступил. А теперь он, славянский террас, он бои о поступке до финала Европского Погару с зенитом Петро Горад. Чего? А теперь для более широкого круга зрителей я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя нашего выпуска Оли Гуакамоли. Он же «Спорт есть» Лукаша Дивиша. Это доигровщик волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Лукаш. Всем здравствуйте. Лучший волейболист Словакии всех времен. Сейчас у него уже российский паспорт. Он выступал за сборную Словакии. На чемпионате Европы сборная Словакии с ним заняла пятое место. Он попробовал себя еще и в сборной России. Вот такой человек мира. Лукаш, просто объясните людям, что такое доигровщик для тех, кто волейбол познает только сейчас. Доигровщик – это человек, который постоянно находится на площадке. Он отвечает практически за все элементы волейбола. Самая главная или важная задача – это, естественно, прием для всей команды. В том числе он должен уметь и хорошо нападать, и подавать, и в зашите играть, и немножко стратегически, логически думать, чтобы хоть как-то у него есть ресурс менять игру. Задавать темп, да, он может решать концовки, он может придумывать. Мы сегодня будем пытаться тоже объять необъятное, поговорить за 30 минут о самых интересных жизненных ситуациях, которые у Лукаша были по пути вот этому вот из Словакии в Россию и постоянно обратно, потому что я знаю, что вы ездите домой. Еще нам принесут в честь главного тренера волейбольного клуба «Зенит» Томаса Саммелво финскую уху. Выясним, насколько Лукаш оценит вкусы главного тренера, который, кстати, учил меня играть в волейбол, и выглядело это, честно говоря, ужасно. Давайте посмотрим. Томас Саммелво. Кто, как не он, научит меня, наконец, обращаться вот с этим мячом? Потому что моя карьера закончилась на первой секунде общения с волейболом. Я принял мяч, мне стало больно, и я сказал, нет, я лучше в футбол, потому что по ногам не так больно. Можете мне показать, как это делается? Хорошо. Вы такая пушите, как удобно ставить. Чуть-чуть ноги пошире, ниже. Весь вперед. Весь вперед. Руки прямо здесь. Вот так вот. Нет, так. 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 И руки прямо. Так, руки прямо. Прямо. Они не прямо. Вот сейчас они прямо. Я уже чувствую голос тренера. Там все хорошо? Да. Вот надо понимать, куда мяч падает, и потом... Понимать, куда мяч падает, и потом... А, падал. Вот. А, это все должно было нырнуть. Да, волейбол мяч не может падать. Он хотел меня убить. Томас Самилово, классный тренер. Я записываюсь к нему. Что вас именно привело в волейбол, почему вы стали играть именно в него? Знаете, я сам в волейболной семье, у меня брат играл в волейбол. В первую очередь я всегда смотрел на него, потому что это был старший брат. У меня и папа занимался волейболом, и дедушка. Да. Поэтому, как бы, у меня, можно сказать, это в генетике, да, этот спорт. И я даже не рассматривал какой-нибудь другой спорт, баскетбол в том числе, или теннис, может быть. Насколько я помню, что в одном из интервью у вас спросили про то, что любите ли вы футбол, вы сказали, что нет, что я за ним не слежу. Это какая-то ревность спортивная, да? Да, нет, знаете, мне это неинтересно часто. Просто неинтересно? Нет. В Словакии же он популярный. Да, он везде популярный. Это-то и, наверное, противно, да, что он везде популярный? Слишком простой. Слишком простой? Да. Ну, человеку, который должен на площадке отвечать за массу процессов, конечно, это будет здесь. Я понимаю, что это на массу, да, очень много. Это даже не спорт, это другой мир. Футбол, сам по себе. Вы сказали, что в какой-то момент, когда получали российский паспорт, что вам становится немножко тесно уже, можно было так понять, что становится тесно в рамках сборной Словакии, что в Словакии уже волейбол, на волейбол просто нет ни денег, ни внимания, ничего. Да. Это так и осталось до сих пор? Так, и осталось еще хуже, да. Я разговаривал недавно с ребятами, с тренерами, которые в том числе выступали за сборную России, вместе достигали очень, ну, для нас это большие успехи. Они даже говорили, что даже нет ресурсов молодежи, что просто они даже бы хотели как-нибудь поднять спорт, но с нечего поднимать. Нет даже молодежи. Или молодежи не интересуют волейболом, или не знаю, какие там действительно проблемы, ну, такая ситуация. Вы оказались в России, в волейбольном клубе «Локомотив» из Новосибирска, и в ближайшее время вы будете играть в полуфинал кубка ЕКВ. Это для тех, кто не знает, это что-то вроде футбольного кубка Лиги Европы, второй турнир, да, по значимости на европейском уровне. С какими ощущениями вы вернетесь в Новосибирск именно вот на эту игру? Потому что как вас вообще встретят в чужой форме? Я думаю, хорошо, мы уже там играли, месяц назад, мне кажется, даже... Статус матча другой? Да, статус матча другой, да, в ближайшее время. Я думаю, хорошо меня встретили, все приветствовали. Наоборот, мне интересно было опять поиграть в Новосибирск, потому что я там прожил большую часть своей жизни, может, я большую часть своей карьеры, 7 лет там играл. Поэтому я очень хорошо знаю ЗАО, знаю хорошо соперника. Они добавили еще темп, добавили некоторое качество, которыми они лидируют в волейболе, они заняли первое место. Я думаю, что это достаточно опасный соперник, но мы сможем с ним справиться. Несколько лет назад Лукаш Дьявич говорил, что это лучший клуб, в котором он когда-либо выступал. После переезда в Петербург мнение изменилось? Ну, для достижения результата он так и остается. Но по ощущениям самого волейболиста, лучшего в Словакии... Что именно, конкретный вопрос? Ощущения у вас изменились, что вы выступаете за лучший клуб теперь в другом месте? Ну да, конечно, аж не получится здесь, в Питере. Город европейский, менталитет европейский. Понятно, что очень много иностранцев приезжают сюда. Вот это в больших количествах все должны подстроиться под сервис, и менталитет немножко такой европейский, расслабленный, адекватный, культурный. Рассказывали ли вы как-то про то, что так и не привыкли к Германии, хотя за клуб Фридриксхаффен Лукаш выиграл три немецких чемпионата и одну лигу чемпионов, если я не ошибаюсь. Да, еще кубок Германии мы выиграли, три кубка. И так, тем не менее, к Германии не привыкли, хотя и немецкий выучил, и успешным там был. Оказывается, это все было из-за того, что Лукаш часто получал штрафы. Да нет, но получил я сразу штраф, да. Перестали сейчас? За скорость. Да нет, я был просто молодой. Просто я был слишком молодой, я приехал в Германию, в самой богатой регион Германии, можно сказать, в Боденске озеро, да, где все пунктуальные очень. В общем, нарушить законы нельзя, или против правилам никогда нельзя. Это какая-то сумасшедшая, что все... Опять же, очень интересно сравнить то, что Лукаш девич скажет сейчас. Несколько лет назад, только приехав в Россию, была такая фраза в одном из интервью, которая была опубликована в словацких медиа, когда вы сказали, что некоторые вещи в России заставляют только крутить головой, и к ним нужно привыкнуть и их пережить. Что к этому относится? Путешествовать, добираться на игру. Часовые пояса? Часовые пояса. То есть это до сих пор тяжело пережить? Да, конечно. Когда играешь в Новосибирске, в Кемерово, а потом летишь. Да, полетите с нами, давайте. Давайте, я с удовольствием. Да, хорошо. Но мне не надо будет играть? Ну, мы вам заставим, мы придумаем что-нибудь там. Нагрузку? Нагрузку какую-нибудь, чтобы действительно вы почувствовали. Нет, на самом деле это очень сложно. Это не шутка. Расскажите подробнее. Ну, тяжело, понятно, страна очень большая, да. Два европейцев сказать, что мы полетим два часа, это максимум. Да, тут сказать два часа, и все смеются, а только два часа. О, это праздник, климат холодный. Пригаете, там, не знаю, с полу сплят до минус 20, минус 25. На первый план, таким образом, выходит для профессиональных волейболистов, выходит реабилитация и восстановление. Ну, если тренер этого понимает, то я думаю, что получится хороший результат. Если он не хочет этого понимать, то тогда быть тяжело. Я правильно понимаю, что не все тренеры в вашей карьере это понимали? Не хотели понимать, да. Не все тренеры хотели это. Это не речь ли о бывшем тренере локомотивного? Нет, нет, ничего конкретного. Нет, я такое не говорю. Мы вспомнили вашего тренера Томаса Самилуа, который, я уверен, все прекрасно понимает о часовых поясах. Он полиглот. Сколько он языков знает, то ли пять, то ли шесть, и на всех разговаривает практически свободно. Но мы, в общем-то, тебя с Лукашем тоже проявили уже как почти полиглот, и я поговорил с ним по-словацки. Да, кстати, вы очень хорошо говорите. Вы очень хорошо тоже говорите по-русски. Но я в России, а вы... А я тоже в России. Вы привыкали к чужой культуре, то есть сколько вы тоже языков знаете, получается? Ну, четыре-пять. Четыре-пять, и на всех можете свободно объяснить? Ну, свободно, он немецкий, я сейчас в Германии был. Но я очень быстро вспоминаю все слова, я уже могу начинать какой-нибудь диалог, но все равно 10-11 лет не разговаривал. Я даже встретил моего тренера, с которыми сейчас в Минихово, с которыми выиграли Лигу Чемпионов, но я вынужден был с ним разговаривать на английском, потому что мы начали на немецком, и я уже начал теряться, и было очень мало времени перед игрой, поэтому мы быстро обсудили. А немцы помогали вам учить немецкий? Он румун, он не немец. Я про тренера, да, а вообще несколько? Да, да, да. Они часто любят говорить? У нас была команда, у нас было 12 человек, и только 4 немцы там было. «Зенит» играл с «Хахингом», четвертьфинал Кубка ЕКВ, и нам считается, что это команда из Германии, но во всем составе «Хахинга» не было ни единого немца, ни по паспорту, ни этнического. Единственный немец по паспорту был в составе волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург, и тот он по происхождению венгер. Дьордж Грозер, это ваш друг? Конечно. Я просто могу вам сразу сказать, у меня тоже есть друзья из Чехии и Словакии, даже пара, муж и жена, и они все время друг друга подкалывают на тему каких-то национальных особенностей. Как часто у вас происходят с Грозером этнические конфликты? Да, не происходит, да. Ну, в шутку хотя бы, но не троллить. Да, нет, он гордый очень венгер, мне кажется, я тоже гордый Словак, хотя я сейчас русский, и я могу сказать, что на 50% Словак, на 50% русский. Гордый Словак на 50% русский, гордый венгер на 50% немец. Ну, что только происходит в мире, это, в принципе, и является свидетельством того, как спорт на самом деле объединяет, несмотря на то, что сейчас происходит. Коронавируса боитесь? Нет. Зачем? А, ну, страшно, люди все боятся, все заседают дома. Читают новости, да, они заставлены боятся. Кто их заставляет? Ну, СМИ их заставляют. Ну, 1% люди понимают, что это такое, а 1% не хотят понимать. То есть сейчас вы не рассматриваете, как некоторое везение, что вам играть полуфинал Еврокубка в Новосибирске, а потом, скорее всего, это будет Турция или Италия. То есть для вас все равно, куда лететь? Ну, если это был финал, все равно. Вы переехали в Россию и пережили уже не один экономический кризис. Кризисов вы тоже не боитесь? Слушайте, боюсь. Боюсь. Особенно этого кризиса я боюсь. Почему именно? Ну, потому что история так показывает, я же не могу раскрыться в более новой интервью про геополитику и кризис. Но я его боюсь. Но вы говорили как-то, что вы читаете много исторической литературы, чтобы лучше понимать процессы, которые происходят в мире сейчас. И вот эти знания, полученные из литературы, вас пугают? Да. Я же говорю, один процент знает, а один процент не знает. Ну, прям хорошо. Меньше знаешь, крепче спишь. Не, я думаю, что в России будет все хорошо. Для кого? Для всех. Хуже других местобой хуже. Опять же, если исходить из прочитанной вами исторической литературы, есть такой персонаж в российском волейболе Алексей Спиридонов. Какого исторического персонажа он вам напоминает? Клоуна. Это исторический персонаж на все времена. Они существуют. Они существуют просто повсюду. Вы читаете то, что он пишет? Нет, мне вообще не интересно. У меня даже нет времени. Используя такой ресурс Лакуна. А когда он на площадке стоит по другую сторону сетки, какое у вас ощущение? У вас есть желание как можно лучше сыграть, что-то доказать? Ему доказывать? Да. Нет, я, в первую очередь, доказываю сам себе. И каким-нибудь другим. Нет. А зачем ему доказывать? Он кто? Кто для вас авторитет в волейбольном мире сейчас? Вот прямо здесь и сейчас? В волейбольном мире. Ну, это, например, Леон. Это, например, Георг Грозер, Камехо. Это есть Макс Михайлов. Это есть Александр Будько в первую очередь. Есть люди, которые, ну, как Майкл Джордан, как Коби Брайан, Сергей Тетюхин, который без понтов просто придет. И вы любой вопрос ему можете задать. Он готов с вами это обсудить. Причем он был лучшим игроком мира. Ну, если смотреть на такой же характер, да. Он не похож с Коби Брайаном или с какими-то очень большими игроками. И где была самая крутая атмосфера на волейболе, когда, где только ни было, где вы играли? Вот самый вообще лучший матч, наверное, который вот по атмосфере, по трибунам, по общему ощущению. В Турции, когда я играл, там сумасшедшее было. Там дикие люди ходят на волейбол. Там они могли, да, 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 да. И только на волейбол. В том числе, да. Там я не могу сказать, что мне понравилось, но там было интересно, потому что мне пытались как-то основать игру, бросали все, что угодно. Там в прямом эфире, я знаю, это была четвертая игра. Мы в Измире играли. Четвертая игра. Это было дерби Фенербакча из Мир и сын менеджера команды. Он был комментатор в телевизии. Ну, мы играли игру, там все, он комментировал, и там какой-то фанат ему что-то сказал. Я не знаю, не понимал, что... Я играл тогда. Я просто смотрю, и он начинает его бить. Кто на эфире? Ну, комментатор начинает бить полежчика. Геннадий Сергеевич. Записывайте. Ну, его уволили потом, естественно. Он больше не работает в телевизии. Фантастика. Ресторан «Евразия» на Каменноостровском, 44, любезно подготовит в честь Томаса, самого главного тренера ВК «Зенит», ухо по-фински. Вы суп любите? Обижаю. Как каждый словак, которого я знаю, они все любят суп. Я не знаю, почему. Жена моего лучшего друга из Чехии, она из Словакии, она сказала, что она за борщ продаст просто всех и родину включает. Какие супы вы любите? Скорее всего, все. Капустовый суп с капустой. Ну, квашеной капустой люблю. С колбасой, фасоли много. Чесночные. Когда-то у нас шоу позиционировалось как о здоровом питании. Давайте с колбасой сейчас навернем. С домашней колбасой, не за шпару. Не за шпару. Давайте тогда вспомним все вот эти супы во всех странах. В Польше, где вы играли, там журик. Журик хорошо после празднований чемпионских титулов, насколько я знаю. Нравилось? Да. Нравилось. Потому что часто выигрывал. А в Германии, я даже не знаю, у них есть такой суп в полулитровых кружках. Так же, не, все они жадные. Там нехороший суп, честно. У них пиво вместе. Там все экономика, там нет суп. Мы же... Ну, чтобы был хороший суп, там надо очень много ингредиенций. Хороших, качественных, дорогих. Так. И, ну, я понимаю, что в ресторанах, ну, как правило, в Германии я такого не встречал. Лукаш еще обязательно должен вспомнить, что в Чехии всегда едят гуляшевый суп. В Чехии, да. И в Словакии. И в Словакии, да, тоже. И что, из чего он должен быть? Правильно, давайте. Ну, с мяса хорошего, дикого мяса, с дикого кабана, либо с алене. Так, оленина или дикий кабан. А разрешите еще один кулинарный спор. Есть такое блюдо в Словакии, в Восточной Европе, галушки. Галушки. Вот мой друг Чех говорит, что галушки – это бля. А его жена, Словачка, говорит, что это супер. Она тоже готова продать за них все. Но она за любую еду готова все продать, получается. Так вот, галушки – это супер или нет? Слушайте, я не большой фанат галушек, честно. Не большой фанат, нет. Это типа ньюки, это типа ньюки, такие клетки. Да, 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 там, может быть, с бейконом, с бринзой, с капустой делают. Нет, действительно, я могу съесть там один раз в год, но чтобы я прилетел в Словакию... Ими объелся. И такой, пошли в ресторан, пошли галушки кушать. Как сейчас выглядит волейбол в России? Ну, в Питере очень много народа собирается. Ну, это правда, я был поражен. И здесь очень хорошие болельщики. Все адекватные, как раз культурные, никто там... Очень-очень хорошие, прилично себя ведут. То есть идея создания нового волейбольного клуба, она была абсолютно правильной? Я считаю, что да. А вы знали что-нибудь про Платонова, когда занимались в детстве волейболом? Нет, в детстве нет. Ну, а потом? Потом услышал, конечно. Ведь даже получается, что в городе просто волейбол в какой-то момент законсервировался. Вы не видели просто, как выглядели матчи волейбольной суперлиги раньше. Это был маленький физкультурный зал при военной академии. Он забивался там по тысяче человек туда в очень некомфортных условиях. А сейчас вы играете на суперсовременной арене, которая удобная и на самой площадке, и в фойе. В каких условиях вы начинали в Словакии заниматься? И как выглядели там? Слушайте, я считаю, что очень хорошие условия. Потому что в первую очередь у нас была построена советская школа в спорте. У нас в каждом городе был клуб, даже в маленьком городе, даже где 30 тысяч жителей, там был свой. В волейболный клуб, в футболный, хоккейный клуб. Ну, поэтому пошел сейчас развол, потому что как раз эта генерация, я же 86-го года рождения. Я, получается, я родился, да, в Чехословакии, в социалистическом лагере. Но, тем не менее, спорт был хорошо построен, очень хорошо, на хорошем уровне. У нас было огромное количество талантов и возможностей. И у меня в моем городе, в члене, был зал, в котором мы тренировались. Ну, большой зал, там 6 волейболных площадок можно было рядом поставить. Один из самых таких, ну, советских построек, большой-большой зал. Конечно, там холодно было, очень всегда холодно. Как в Белгороде, примерно. Ну, зал красивый. И это была вторая лучекоманда в Чехословакии. Так, лососик финский подъехал. Томас сам его этого не простит. Сейчас Лукаш едет на тренировку сразу отсюда. Когда узнает, что он ел, не простит точно. Давай попробуем. Что получилось? Все хорошо получилось. Точно Томас не простит. Евразию в том числе. У нас сегодня есть уникальная возможность выиграть билеты на очень крутой матч. Просто гарантирую, сам ходил на волейбол, мне понравилось. Полуфинал Кубка ЕКВ. Волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург принимает 26 марта на Сибур-арене «Локомотив» Новосибирск. Это нынешний клуб Лукаша Дивиша и бывший клуб Лукаша Дивиша. Я уверен, что традиция выигрывать трофеи в своем каждом новом клубе у нашего гостя сегодня останется и в этом сезоне. Так вот, вы можете выиграть два билета, если ответите правильно на конкурсный вопрос, в нашем инстаграм-аккаунте. Ваш любимый спортсмен и ваша нелюбимая еда? Скорее всего, Россия. Валентина Россия. И еда, которую вы ни в коем случае не хотите, чтобы перед вами стояла. Как мы уже поняли, это точно не суп из лосося. Это только одно блюдо. Это копченый язык или какой-то... Какой-то... И свинины. Копченый язык. Или не копченый, вареный. Вареный, а кто вас этим кормил? Никогда никто. Вы просто всего придумали это блюдо? Нет, я не придумал, я пробовал просто, а брать все не люблю. А где пробовали? Слушайте, ну, несколько раз пробовал. Здесь? Я уже не помню, как в местах. Но здесь даже не питался, пробовать. Все, копченый язык. Ну, что, даже не копченый, может, вареный такой, нарезка, язык, да? Да. Но язык есть. Бывает. Некоторые едят. Не приношу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.